Балаковская епархия в составе Саратовской митрополии совсем молодая. Учреждена была решением Священного Синода в марте прошлого года. Но, как и повсюду, здесь церковная жизнь не стоит на месте. Происходят свои события. Их летопись для потомков нужно начинать составлять сразу. По горячим следам. На то, чтобы стать такой летописью, претендует недавно созданная епархиальная газета, о которой расскажут наши коллеги. Наталья Сахарова, главный редактор Балаковских епархиальных ведомостей, с трепетом перелистывает первый номер газеты, вспоминает моменты создания. Он вышел недавно, в феврале. Практически спустя год, как образовалась Балаковская епархия. Заголовок у нас Балаковской епархиальной ведомости. Он такой полуисторический, как были Самарские епархиальные ведомости, Саратовские епархиальные ведомости. То есть людям церковным это название знакомо. Газета выпускается один раз в месяц. Освещение церковных событий на территории Балаковской епархии. Это основная задача газеты. Охват большой, так как в епархию ходят семь ближайших районов. Максовский, Духовницкий, Краснопартизанский, Пугачевский, Перелюбский, Ивантиевский и Балаковский. Выпуск газеты «Титанический труд», уверена Наталья Сахарова. Признается, без помощников она бы не справилась. Всего в газете 8 страниц. Здесь и новости, и тексты о главных церковных праздниках, и истории храмов, а также кривические материалы. Одно из главных направлений – это истории о людях, живших и живущих. Также на страницах будут появляться опросы, интервью с духовенством и прихожанами. Темы разные – пост, молитва, богословие, дети, семья. Каждый найдет что-то свое. Планов у коллектива газеты немало. Поиск новых авторов – продолжение исторической рубрики «Рассказы о приходской жизни». Главное – это люди, уверена Наталья Сахарова. О них нужно писать и нести в мир добро.